Всем здравствуйте! В эфире программа «Спортивная губерния» и я ее ведущий Михаил Дорошенко. Я продолжаю путешествовать по районным городам Новосибирской области, чтобы все вам рассказать о спорте. Программа выходит при поддержке Департамента физической культуры и спорта Новосибирской области. И на этот раз я отправился в те муниципальные образования, где возводят новые спортивные объекты. Или вот как, например, в Северном районе уже построили вот такую прекрасную хоккейную арену. Все больше и больше сбываются мечты жителей сельских территорий. В последние несколько лет новые спортивные объекты появляются практически в каждом районе Новосибирской области. В Северном, еще месяц назад, поклонникам коньков и клюшек приходилось заниматься на открытом воздухе. Ветер сменялся на снегопады или сильные морозы. Коробку приходилось постоянно чистить и регулярно заливать. Теперь же условия позволяют забыть об алых трудностях. Уже тренировку провели по хоккею и среди школьников, и взрослые собрались. Те, которые раньше приходили играть, вспомнили молодость, активно очень хорошо поиграли. Всем понравилось очень условие. Снега нет, ни ветра. Как бы здорово. Ну и прокат уже во всю силу начался. Поэтому дети, население каждый день и вечером даем возможность кататься, получать удовольствие от льда, от активного отдыха. Любители хоккея и массового катания в Северном районе получили не только крытую ледовую площадку с современными бортами. Построено теплое здание с раздевалками. Раньше приходилось переодеваться в Доме культуры, идти до площадки и уже на скамейках для запасных одевать коньки. Теперь же в планах наладить работу с детскими командами, проводить здесь крупные хоккейные соревнования. Мы уже планируем в ближайший день, значит, завтра детскую тренировку начать уже маленького возраста, 5-6 класс. Вот ребятишки уже, кто со своими коньками идет, клюшками, ну и кое-что приобрели для хоккея, коньки, клюшки. То есть готовы предоставлять возможности детям, взрослым в хоккей играть, кататься. Туалеты, раздевалки для каждой, то есть требования такие, что в каждой игровой площадке должны быть свои раздевалки. То есть там порядка 8 раздевалок, по-моему, у нас предусмотрено. И еще небольшой, так скажем, зал. Зал 9 на 12, по-моему. А так выглядит мечта мошковских спортсменов. Современный стадион с искусственным газоном, трибунами, многофункциональными площадками и беговой дорожкой. До сегодняшнего дня в этом районе нет даже старенького стадиона. Мечты сбываются. Уже в апреле в самом центре Мошкова начнется стройка века. Пока здесь есть только хоккейная коробка, а вокруг болота и деревья. Многолетнее обивание кабинетов чиновников позади. Деньги выделены. Начинается строительство. Шесть лет назад, как раз в 2012 году, мы сделали проект, прошли экспертизу, получили положительную на строительство стадиона. Но вот прошло шесть лет, и вроде как у нас сдвинулось с мертвой точки. Сегодня выделены денежные средства на первый этап, так скажем, строительства стадиона. Думаем, что этот процесс будет продвигаться. На 2018 запланировано выкорчевать площадку, подготовить основание и сделать дренажную систему. К осени, а точнее к сентябрю в Мошково должно появиться искусственное поле. За год все построить не удастся, однако к 2019 году на этом месте все должно быть точно так же, как на этих эскизах. Для разных видов спорта у нас запланирована волейбольная площадка, баскетбольная площадка, хоккейная площадка и детская игровая. А вот сейчас у вас хоккейная площадка здесь находится, я так понимаю, вы тоже планируете ее в будущем сделать крытой? Ну вот она и есть, хоккейная площадка у нас в проекте, поэтому, естественно, она развернется, встанет по-другому, на другое место. Ну есть в планах, конечно, мысли, чтобы закрыться от снега. Ну а стадион, вот по проекту, на сколько зрителей предусмотрены трибуны? Трибуны предусмотрены на 500 мест. Тренерам Мошковской детско-спортивной школы осталось потерпеть совсем чуть-чуть. Стадион, наконец, будет построен. Развитие спорта в Новосибирской области не может быть без появления новых стадионов и плоскостных площадок. Это прекрасно понимают в правительстве региона, потому в ближайшие годы задача исправить ситуацию. Губернатор обозначил приоритеты, ключевые приоритеты работы правительства Новосибирской области в 2018 году. И должен подчеркнуть, что приоритет номер один, который обозначен в районе исполняющей обязанности губернатора, это приоритет развития человеческого капитала. Человек – главная ценность. И вот это очень важный, коллеги, очень важный посыл, потому что дальше идут приоритеты, связанные с развитием экономики, связанные с развитием других сфер отраслей деятельности. Но человек во главе всей нашей работы, и во имя и во благо человека мы должны осуществлять эту работу и выстраивать те задачи, реализовывать те задачи, которые стоят перед нами. В этой связи, безусловно, для сферы спорта, физической культуры, ключевой задачей, особая роль для здоровья нации является популяризация спорта и создание комфортных условий для развития массовой физической культуры и спорта, высших достижений. И губернатор обозначил ключевую задачу в этой сфере, она звучала сегодня в докладе Сергея Александровича. Это, конечно же, строительство, реконструкция спортивной инфраструктуры. Эту задачу мы ставим. И это задача 2018, 2019 и последующих годов. Понятно, что откликнуться на все проблемы, которые сегодня звучали здесь, в Малом зале правительства, в один год невозможно, но именно выверенная, поступательная, осознанная политика по развитию спорта и физической культуры на территории региона, она будет продолжаться и определяться приоритетами по строительству, и в том числе по тем, той развитию инфраструктуры, которую необходимо нам дальше совершенствовать. В 2018 году, помимо Машкова, появится и стадион в Искитимском районе. Начато строительство крытой хоккейной коробки в Чинах. Ждет большая стройка в Сузунский район. Продолжаются работы по возведению площадок ГТО. Кстати, небольшие открытые спортивные городки будут строить не только в райцентрах, но и в селах и деревнях. Ни в коем случае не снижаем темпы. Это самое главное. Это, во-первых, понимание той ситуации, которая сегодня есть, что чем больше мы будем прирастать в спортивной инфраструктуре, тем больше будет у нас мальчишек и девчонок, приходящих в спортивные секции. Это несомненно. Ну и в конце концов, спорт должен быть очень доступным. Вы правильно начали разговор с площадок ГТО. Мы как по пять делаем ежегодно в наших муниципальных образованиях. Эти темпы у нас остаются. Темпы развития инфраструктуры растут, и это видят федеральные спортивные чиновники. Потому Новосибирской области стали больше доверять проведение крупных российских соревнований. После Всероссийских сельских игр 2017-го нас ждут сразу два представительных старта в этом году. На самом деле тяжело остановиться. Успешно проведя то или иное федеральное мероприятие, начинаешь думать о какой-то ближайшей перспективе. Поэтому, посоветовавшись с руководством Министерства спорта Российской Федерации, с губернатором Новосибирской области, было принято решение, что 2018 год не обойдет наш субъект без федерального соревнования, без федерального мероприятия. Таких у нас будет два. Июнь месяц это спартакиада прокуратур России. Это где-то в районе 300 человек приедет. Очень ответственные, сами понимаете, мероприятия по различным дисциплинам, где и плавание, и легкая атлетика, и перетягивание каноната, и все остальное. То есть такой у них интересный очень комплекс. В течение трех дней будет на площадке Новосибирска прокуратуры России соревноваться. Ну и, наверное, ключевое мероприятие, это конец августа месяца, сроки были уже согласованы с Министерством спорта и с Пенсионным фондом России. Это именно спартакиада пенсионеров Российской Федерации. Тоже очень интересное, очень массовое мероприятие. У нас порой люди вот этого такого, скажем, достойного возраста намного ярче и охотнее участвуют в спортивных мероприятиях, нежели профессионалы. Но взяли мы на себя это мероприятие, определили те площадки, где это будет проходить. Новосибирск? Город Новосибирск. Опять-таки планировали рассмотреть и Берск, потому что есть опыт проведения, потому что есть комфортная логистика между спортивными объектами, местами проживания и питания. Работы много, соревнований достаточно. Теперь нужно приступать от слов к делу. А пока регион готовится к двум ближайшим соревнованиям. Ложня России и Муниципальные сельские игры в Татарске.